Мы продолжаем наш рассказ о Сталине и его времени. Как известно, одним из таких наиболее знаковых так называемых преступлений Сталина считается убийство Кирова в декабре 1934 года. Согласно мифологии разоблачителей, которая была сформирована в своей основе еще во времена Хрущева, начиная с этого позорного доклада на 20-м съезде, и которая была развита в Горбачевские и Ельцинские времена, да и сейчас продолжает активно культивироваться, Сталин рассматривал Кирова как своего соперника, поскольку во время 17-го съезда ВКПБ, который состоялся 26 января 10 февраля 1934 года, группа делегатов якобы попыталась сместить Сталина с поста генсека, выдвинув на это пост Кирова. Однако затея сорвалась из-за того, что Киров якобы отказался от такой чести, но при этом во время выборов ЦК партии против Сталина было подано 300 голосов против, но результаты выборов были спальсифицированы, а эти все бюллетени против сожжены, с исключением трех штук, а после этого Киров был убит по приказу Сталина. Вот такая как бы у нас общепринятая мифология, которую знают все рукопожатные люди. Ну давайте опять же попытаемся разобраться, а что было на самом деле. Для начала зададимся тем вопросом, который обычно задают всякие авторы детективов, когда пишут там о всяких там преступлениях, а именно, кому это было выгодно. То есть, был ли Киров реальным соперником Сталина, и, соответственно, был ли у Сталина мотив устранять Кирова. Начнем с того, что определимся, а какое именно место занимал Киров в противной иерархии. Как известно, для того, чтобы определить место того или иного советского вождя в этой иерархии, в свое время зарубежные советологи применяли такой очень простой способ. А именно для этого надо было смотреть все официальные сообщения о разных мероприятиях в советской прессе и смотреть, в каком порядке там перечисляются советские вожди. Потому что они там перечислялись вовсе не в алфавитном порядке, а именно в порядке значимости и места в партийной иерархии. Так вот, если мы посмотрим на такого рода сообщения за 1934 год, то обнаружится, что Киров находится в этой такой негласной табеле о рангах на восьмом месте. То есть, он был как бы восьмым по счету в этой иерархии. Соответственно, вряд ли он мог составлять конкуренцию Сталину. Тем более, что надо отметить, что в отличие от, опять-таки, многих тогдашних лидеров партии, Киров, он фактически не был старым большевиком. То есть, да, у него официально партийный стаж был с декабря 1904 года, но реально при этом он состоял не в большевистской организации, а в объединенной организации РСДРП. Потом, фактически, после того, как он там был арестован и отбыл небольшой срок заключения, он вообще отошел от нелегальной противной деятельности. Он был фактически просто журналистом, таких, значит, достаточно либеральных взглядов. В партии на работе реально не участвовал. Более того, фактически, в летом 18-го года он пытался, значит, там с рядом единомышленников организовать как бы свою такую партию, так сказать, социал-демократической ориентации. И реально он у большевиков, опять-таки, находился только с лета 18-го года. И тот факт, что Кирову партийный стаж был записан с 1904 года, а не с 1911, был как раз связан исключительно с тем, что он фактически пользовался покровительством Сталина. И, кстати говоря, по этому поводу всякие старые большевики, в том числе и проживающие в Ленинграде, постоянно писали всякие жалобы в партийные органы, на то, что вот, значит, Кирову тут приписывают совершенно необоснованные заслуги. То есть, как мы видим, опять же, это человек достаточно, так сказать, не пользующийся таким большим авторитетом среди ядра партии большевиков. То есть, фактически, это человек, который был, с одной стороны, хотя и руководителем, но такого не первого, как бы сказать, ранга. С другой стороны, он действительно был сторонником Сталина, а надо сказать, что у Сталина в политбюро тогда было не так уж и много верных сторонников. Причем, более того, есть множество свидетельств, что Кирова и Сталина связывала действительно совершенно, как бы, настоящая дружба. Поэтому, как бы, мотивов убивать Кирова у Сталина совершенно не было. Теперь возьмем то самое пресловутое голосование на 17-м съезде ВКПБ. Ну, во-первых, надо заметить, что Генсека вовсе не выбирали прямым голосованием. На съезде выбирался Центральный комитет, а уже он из своего состава выбирал Генерального секторя. При этом, если мы возьмем, опять же, результаты голосования на 17-м съезде, официальные результаты, то, значит, что там получается? Согласно официальным итогам этого голосования, в нем приняло участие 1059 делегатов 17-го съезда, при этом максимальное количество голосов, то есть 1059 за и ни одного голоса против получили Калинин и Кадацкий, один голос против получили Крыжжановский, Мануильский, Пятницкий, Сулимов и Эйхи, два голоса против получили Алексеев, Ворошилов, Гомарник, Крупская, Румянцев, три голоса против получили Иванов, Кнорин, Микоян, Орджоникидзе, Сталин, четыре голоса против Кабанов, Киров, Литвинов, ну и так далее. Что мы здесь видим? Во-первых, вопреки переустроечным сказкам, здесь Сталина опередили очень многие, в том числе члены политбюро Калинин и Ворошилов, а Орджоникидзе получил столько же голосов, сколько и Сталин. Причем все эти три перечисленных деятеля, они в этой самой неофициальной партийной иерархии, про которую я говорил, стояли выше Кирова. То есть получается, что по логике разблочителей, Сталину следовало в первую очередь убивать Калинина, а потом, наверное, и Орджоникидзе и Ворошилова. Далее, в ноябре 60-го года, то есть в самый разгар хрущевских разоблачений, материалы счетной комиссии 17-го съезда изучались специальной комиссией в составе члена комиссии партийного контроля при ЦК КПСС Шатуновской, замдиректора Института мартизма и ленинизма при ЦК КПСС Матковского, ответственного инструктора КПК Кузнецова и заместителя заведующего Центрального партийного архива Лаврова. В результате было установлено следующее. На съезд прибыло 1227 делегатов с решающим голосом, мандатная комиссия утвердила полномочия 1225 из них, но в голосовании участвовало 1059 делегатов, а результаты этого голосования соответствуют официально объявленному на съезде. Отчет комиссии был подписан всеми ее членами, включая Шатуновскую. Почему я на этом обращаю внимание? Потому что в свое время, уже во время перестройки, Ольга Шатуновская прославилась своими разоблачениями Сталина. В том числе она утверждала, что якобы эта комиссия установила факт фальсификации. Как мы видим, никакого факта фальсификации комиссия не установила. Ну, здесь могут задать вопрос, а почему, значит, все-таки получается, что имели право голоса 1225 человек, а в голосовании реально приняли участие 1059? Нет ли здесь какой-то фальсификации? Ну, если мы это сравним с предыдущими партийными съездами, то там мы видим такую же картину, то есть всякий раз не все делегаты съезда участвовали в голосовании. И, в общем-то, объяснялся такой достаточно банальной причиной, что не все они могли там сидеть по 2-3 недели в Москве, и к моменту голосования часть из них уже разъезжалась. В том числе есть ряд свидетельств о конкретных людях, которые были делегатами 17-го съезда КПБ и в голосовании уже не принимали участие, поскольку к тому моменту уехали. Теперь, собственно, перейдем к обстоятельствам убийства Кирова. С одной стороны, эти обстоятельства достаточно широко и хорошо известны, поскольку это убийство, осуществленное Николаевым, оно было осуществлено при свидетелях, то есть там в это время в коридоре Смольного было достаточно много народа, то есть это все, в общем-то, было зафиксировано. Также была проведена потом позднее уже, прикручивая баллистическая экспертиза того нагана, из которого стрелял Николаев, и было подтверждено, что именно оттуда из него был убит Киров. То есть с точки зрения исполнения, как бы все понятно. И здесь, как говорится, со всяким конспирологом ловить нечего. Но возникает вопрос, а, собственно, кто это организовал? Во времена Сталина, по официальной версии, было принято считать, что Николаев действовал по заданию подпольной зеновицкой организации, которая, как бы, функционировала в Ленинграде. И, как известно, во время судебного процесса, который состоялся в конце декабря 1934 года в Ленинграде, помимо Николова и предсудом предстали еще 13 человек, которые все были признаны виновными в организации погушения на Кирова и расстреляны. Во временах Хрущева было очень соблазнительно обвинить в организации убийства Кирова Сталина. Но это, несмотря на все старания тогдашнего партийного руководства и его приспешников, сделать не удалось. После 20-го съезда КПСС в период с 1956 по 1967 год обстоятельства убийства Кирова неоднократно проверяли создаваемые для этой цели руководством КПСС комиссиями. Таких комиссий было четыре. Которые, соответственно, первая комиссия была под председателем Молотова, потом две комиссии под председателем Шверника и последняя под руководством Пельши. Три из этих комиссий, а именно комиссии 1956, 1961 и 1967 годов независимо друг от друга пришли к единому мнению, что с одной стороны в Ленинграде подпольная зиновьевская организация не существовала, но с другой стороны в убийстве Кирова виновен лишь один Николаев, который действовал по своей инициативе, а вовсе не по приказу Сталина. И лишь комиссия 1960 года под председателем Шверника в представлении ЦК КПСС записки указала, что убийство Кирова якобы было осуществлено по указанию Сталина. Однако, как потом было принято следующими комиссиями, выводы этой комиссии Шверника 1960 года противоречат материалам уголовного дела последующих проверок, поэтому являются несостоятельными. И каких-либо данных, объективно подтверждающих причастность Сталина и работников НКВД к убийству Кирова не имеется. То есть, таким образом, что получается? Что, с одной стороны, у нас, как известно, все граждане, которые черпают свою информацию из телевизора, они знают, что Кирова убил Сталин, ну, естественно, знают в кавычках, но, с другой стороны, официальной версией, которая была принята фактически во времена Хрущева и продолжает оставаться такой официальной версией сейчас, Николаев действовал как убийца-одиночка. Ну, насколько это все, так сказать, вероятно и как могло ли такое быть? С одной стороны, значит, то, что, в общем-то, сделал Николаев, в этом ничего невозможного не было. Ну, что, во-первых, в те времена руководители Советского государства и Коммунистической партии охранялись, ну, скажем так, достаточно, скажем так, так сказать, несерьезно по нынешним меркам. Так, например, личная охрана Кирова до лета 1933 года состояла всего из трех человек. Потом она была увеличена до 15 человек. Но, все равно, в общем-то, реальная возможность подойти к Кирову, в общем-то, вполне была. Тем более, что, как я вот уже приводил пример в одной из предыдущих передач, что для того, чтобы попасть в разного рода партийные учреждения, в том числе и те места, где находятся выше руководители, было достаточно партийного билета, по которому убийца Кирова Николаева смог пройти в Смольный. Дальше, откуда у Николаева взялся наган, из которого существовало убийство? Здесь все просто, этот наган, у него был официально зарегистрирован на его имя. То есть, да, вот в те времена была, значит, такая ситуация в этом тоталитарном СССР, обстановке всеобщего страха, что граждане, очень многие граждане имели официально на руках оружие, которое могли носить и пользоваться им. Соответственно, патроны для этого нагана Николаев купил в магазине, учился стрелять в тире. То есть, опять же, вполне все официально. То есть, это такая вот тогдашняя реалия, которая, конечно, для сегодняшнего дня кажутся, может быть, удивительными. То есть, в принципе, с точки зрения технической ничего невозможного тут не было. Опять же, там, как бы, вроде бы был и мотив у него, поскольку Николаев, он, значит, ревновал Кирова к своей жене Мельдии Драули, которая, якобы, там могла быть любовницей Кирова. Но тут, что интересно, что, как вот говорят у нас, что нет пророка в своем Отечестве, вот недавно, буквально несколько месяцев назад, у нас вышла книга американского профессора Гровера Ферра, которая называется «Убийство Кирова. Новое расследование». Вот в этой книге ее автор просто подошел к вот этому процессу над Николаевым и его подельником с точки зрения, как бы, сказать, ну, обычного американца, который вот так, в общем-то, наивно считает, что вот в суде происходит судебное расследование. То есть там судья взвешивает представленные доказательства, сопоставляет их друг с другом, проверяет достоверность и дальше выносит решение, свой вердикт. Так вот, получается, что при внимательном рассмотрении этих материалов, которые у нас имеются, в том числе материалов этого судебного процесса над Николаевым и его подельниками, также рассмотрением сопутствующих материалов того времени. Получается, что, с одной стороны, эта Зиновьевская организация в Ленинграде однозначно существовала. Ну, собственно, это было неудивительно, поскольку тут Зиновьев был партийным руководителем Ленинграда, вплоть до его скандального снятия и замены Кировым. Естественно, что тут у него оставалось множество сторонников. И, значит, вот такие сторонники действительно были, они реально там действительно собирались, какие-то проводили свои собрания. И действительно получается, согласно этим показаниям, что Николаев мог действовать по, как бы, если не заданию, то хотя бы по влиянию этой организации. И где же, как бы, для того, чтобы организовать такое убийство, не обязательно, что называется, человека использовать впрямую. Сказать, что вот ты, значит, должен убить Кирова, потому что он предатель дела, там, социализма и так далее. Можно действовать более тонко. То есть, используя тот факт, что Николаев был психически человеком, психически неувновешенным, можно, что называется, внушить ему содержащие мысли и сделать так, чтобы он сам пришел к таким выводам, что вот, а неплохо бы, как бы, вот, убить Кирова и тем самым ему отомстить за свои жизненные невзгоды и войти в историю. Ну, единственное, что здесь вот я не совсем согласен с автором этой книги, поскольку тут все-таки нам известны далеко не все материалы этого дела. И, кстати, опять же, здесь вот очень показательная вещь, что ведь сейчас уже срок давности истек, и, казалось бы, все эти материалы того же самого процесса над убийцами Кирова должны были бы быть рассекречены и преданы гласности. Но, тем не менее, этого не происходит. Спрашивается, почему? Не потому ли, что их оглашение придет к тому, что рухнет еще один антисталинский миф и окажется, что не только Николаев совершил убийство Кирова, но он и совершил его под именно влиянием или даже по заданию этой Зиновьевской группы. А вообще, надо сказать, что если брать вот эти все антисталинские разоблачения, то чем больше изучаешь факты и документы того времени, тем больше приходишь к выводу, что все эти разоблачения построены на тотальные лжи и наоборот, значит, что очень многие такие, казалось бы, фальсифицированные сталинские процессы на деле оказываются вовсе не фальсифицированными, а там, значит, они либо полностью, либо, по крайней мере, в значительной мере действительно вскрывали правду, то есть там и сажали и расстреливали именно людей по-настоящему виновных. Поэтому здесь и история с убийством Кирова, она, в общем-то, еще ждет честных и дотошных исследователей. и до новых встреч!